Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог, доцент ГИМО Кирилл Коктыш. Здравствуйте. Доброго дня. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Теперь звоните, также звоните за рубежа код Латвии плюс 3-7-1 и номер WhatsApp, по которому можно отправлять сообщения и вопросы в письменном виде 2-3-0-6-1-9-1. Поскольку вы окончили Белорусский государственный университет, мы начнем наш разговор с Белоруссией. Нередко вы комментируете и события, которые там происходят. Президент Белоруссии, критиковали которого на Западе как последнего диктатора Европы, нередко его так называли, посетит Австрию, чуть позже в Латвию также он приедет. Приглашение было уже давно президенту Белоруссии. Почему именно сейчас он решил посетить Европу, на ваш взгляд? Ну, это не очень. Назревшее, понятно, что реальные отношения с Европой и отношения с Европой, они были достаточно выстроены, они выстроены через Литву, они выстроены через Латвию. И, в общем-то, Белоруссия всегда достаточно шарку с латвийскими портами и литовскими портами. То есть в этом плане на экономическом уровне всегда все было абсолютно по порядку. А политические контакты с Европой, Александр Григорьевич, обычно требуется, когда нужно торговаться с Москвой. И, как правило, торг более или менее удачный, и он до сих пор сформатован. То есть в этом плане от Европы ничего особенного по большому счету не требуется, ну, кроме как, в общем-то, где-то подыграть Александру Григорьевичу, но где-то фиксировать его реальные движения и его реальные, в общем-то, успехи, потому что все-таки ничего не сделав, не выполнив ни одного условия Евросоюза, заставить Евросоюз принять эти условия дефекта предлагать Беларусь. Это нужно быть очень талантливым и очень даренным политикой. Но можно ли говорить о том, что действительно вот этот статус, который приписывали Лукашенко, последний диктатор Европы, он сейчас уже не актуален, его так уже не воспринимают? Ну, он так и не воспринимался. Мы же понимаем, что обычно диктатурой называют любое сильное государство, мракобесим называют любую, в общем-то, сильную местную культуру, в том числе и конфессиональную, то есть больше, сколько было мракобесной в этом плане, если посмотреть на, в общем-то, на семантику этих слов. То есть обычно такие лингвистические маркеры свидетельствуют о том, какого рода идет борьба и против кого боится, но оно очень мало фиксирует саму реальность. Мы же не будем говорить, что все восточные европейские страны это прирожденные демократии и такими мы всегда. То есть в этом плане понятно, что это был в первую очередь политический ярлык. Да, он достаточно успешно был наклинин, долго продержался, но, опять же, он был дезавуирован самой Европой, с самим Евросоюзом и причем на условиях Александра Григорьевича Рукашенко. То есть в этом плане как раз-таки он продемонстрировал достаточно высокий политический класс, высокую политическую интуицию и сумел, в общем-то, добиться своего, собственно говоря, показав, что Беларусь в его лице, под его руководством, она оказывается где-то искуснее и где-то мудрее, в вашем Евросоюзе. Можно ли сказать, что есть определенного рода потепление в отношениях белорусского лидера и Европы или же охлаждения, в принципе, как вы считаете, не было? Это потепление сейчас нужно Европе. То есть понятно, что в ситуации поляризации отношений с Россией, понятно, что в ситуации, когда вот эта антироссийская конфронтация, она в том числе искусственно подогревается и, в общем-то, для НАТО, скажем так, российская проблема, российский угроз становится способом выбивания денег из европейских членов НАТО. Понятно, что в этих условиях Европа просто была обречена говорить о том, что Беларусь – это союзное близкое государство, что она всегда сохраняла европейскую ориентацию, не потому, что вдруг потеплели чувства к самой Беларуси, а потому, что возникла такая прагматическая необходимость, потому что все, что может досадить Россию, все, что может пойти в ход в качестве аргументов, естественно, в ход этот шум. То есть в этом плане ситуация тоже была вполне предсказуема. Как предсказуем она сейчас, по мере разрешения правительского вопроса, что сейчас начнется разрешаться, эта ситуация начнет потихоньку отматываться назад. Я думаю, в ближайший год мы станем с вами свидетелями такой масштабной, хорошей нормализации и разрядки. Как долго, на ваш взгляд, президент Беларуси еще будет у власти и есть ли у него преемник? Ну, вот это сложный вопрос. Я думаю, что на сегодня Александр Григорьевич оптимально реализует затрон, который есть в Беларуси. Опять же напомню, что под его руководством Беларуси сохранила все промышленные активы. Это не удалось ни одной восточной европейской стране. А что заводы Тайки Ильинича продолжили функционирование, рынки не были потеряны. И в этом плане ни одно постсоветское государство я в такой степени свою экономику сохранить не смогу. Опять же, при Александре Григорьевиче беларусская экономика стала существенно развиваться, строится островецкая АЭС. И в этом плане мы понимаем, что, в общем-то, огромное количество специалистов, адамщиков, которые остались в Литве безработными после закрытия Игнаринской АЭС, они найдут свою работу в островце, то есть город будет расти и превращаться в мощные региональные центры. То есть, в этом плане при Александре Григорьевиче Беларусь не только уцелела, не только убереглась от распада, но и стала достаточно интенсивно развиваться. То есть, в этом плане я думаю, что не столь важно, сколько пробует Александр Григорьевич, кто будет его преемником, потому что при текущей степени статализации Беларуси, а эта степень статализации очень высока, мы можем гарантировать, что, наверное, любой преемник будет проводить тот же курс, который заложен сегодня Александру Григорьевичу. И, по сути, эта машина будет функционировать, она не требует для своего функционирования повседневного вручного управления и постоянного вмешательства. Столкивается ли Беларусь с давлением со стороны России, учитывая, что Лукашенко сейчас ведет достаточно активный диалог с Евросоюзом и с западными странами? А как Россия на это реагирует и нет ли как раз чрезмерного внимания со стороны Москвы? Да, нет. Со стороны России традиционно существует, скажем так, абсолютное большинство российско-белорусских конфликтов, либо белорусско-российских конфликтов, они вписываются в парадиму конфликтов хозяйствующих субъектов, когда более крупный субъект пытается поглотить мел. Сейчас, например, мы наблюдаем вот такую информационную атаку на белорусскую молочную промышленность одному крупному российскому пищевому концерну, которым, в общем-то, пытаясь предъявлять политическое обвинение, пытаясь политизировать конфликт, естественно, получить доступ к этим активам, которые, да, достаточно лакомые, потому что белорусская молочка наиболее конкурентная, опять же, если говорить по рынку, по цене, по качеству, вот Атлантики и до Урал. То есть не зря белорусство только делало в машине свою молочную промышленность. То есть в этом плане такие конфликты хозяйствующих субъектов возникали и возникать, естественно, будут. И понятно, что такие конфликты будут политизироваться, как политизировались до сих пор. Мы это наблюдали с Уралкалием, мы это наблюдали на попытках поглотить Белавия, которые тоже имели место, и эта атака, в общем-то, захлебнулась, едва только начавшись. То есть здесь все как обычно. И понятно, что действующие субъекты обычно стремятся этот конфликт политизировать, чтобы он вышел на высший уровень, получил какое-то внимание, получил арбитраж белорусского и российского президента. Но если брать реальные политические претензии, реальные политические расхождения, то на самом деле их нет. То есть стратегические цели, есть разница в тактике, есть разница в представлении того, как нужно двигаться. Но, в общем-то, стратегические конфликтности нету, и если мы посмотрим на, собственно говоря, позицию российского МИДа, если мы посмотрим на позицию, опять же, на уровень контактов и уровень коммуникации, то мы видим, что здесь все абсолютно рабочее. Было бы глупо, естественно, если бы Россия пыталась, скажем так, возражать, либо каким-то образом негативно относиться к нормализации отношений в Беларуси с Европой, потому что на сегодня идет речь о восстановлении нормального уровня взаимоотношений. Потому что Беларусь под санкцией прожила слишком долго, в общем-то, по сути, с начала 2000-х годов. И, кстати говоря, в безрядной степени, конечно, это укрепило и сделало, наверное, очень прочную сегодняшнюю белорусскую политическую систему, потому что белорусские экономические элиты прекрасно понимали, что свои деньги они могут хранить только на родине. А если ты хранишь деньги только на родине, то ты, конечно, должен думать о том, чтобы народ относился к тебе как к очень полезному части политического ландшафта. Что, в общем-то, и культивировалось в безрядной степени при помощи европейских санкций. Но одной из ключевых тем российско-белорусских отношений сегодня стала актуализация договора о союзном государстве. Какие в этом отношении сегодня есть перспективы? Ну, я думаю, что будут какие-то определенные экономические прорывы. Дело в том, что повестка дня союзного государства, как она задумывалась в конце 90-х, в начале 2000-х, она безрядной степени реализована. То есть экономическая интеграция настолько, насколько она могла произойти, она произошла. А политическое сближение до приемлемого для обеих стран уровня тоже произошло. Вот культурная интеграция и гуманитарные измерения были реализованы полностью. То есть белорусы в России и россияне в Беларуси обладают абсолютно равными правами. на образование, на медицину, на имущество. То есть фактически это было на решение гуманитарных вопросов. Но понятно, что вот идеологически на сегодня есть разные подходы к восприятию и сегодняшних, и актуальных международных проблем. В частности, понятно, Беларусь как брокер минской площадки и как хозяин минской площадки, скажем так, не может солидаризироваться с Россией по ряду важной для России. Это не означает конфликтности, это означает просто разность. И понятно, что та повестка в большей части выработана, сейчас нужно делать какую-то другую. Возможно, это будет евразийская повестка. По той простой причине, что Беларусь будет председателем следующие 4 года Евразийской экономической комиссии. и она, конечно, может добиться, это было бы, конечно, очень существенным прорывом, если бы Беларусь смогла привнести в Евразийскую экономическую комиссию промышленную политику, поддержку собственного бизнеса, поддержку белорусского производства, ну, собственно говоря, и союзного евразийского производства. То есть, ровно того, что делает Трамп сегодня в отношении американской промышленности, и то, что перестало быть табу в сегодняшней экономической науке, но как-то никто еще вслед за Трампом сказать, что, в общем-то, любая промышленная политика, это протекционизм, переференция, это выращивание чего-то своего для того, чтобы потом это можно было выпустить. Так вот, соответственно, эта новая повестка может сводиться к евразийской повестке, она может сводиться к цифровизации экономики, тоже очень интересный пункт, потому что в Беларуси есть парк высоких технологий, достаточно успешный, который вышел на миллиардные доходы. Другой вопрос, что он работает в основном на аутсорсинге, в России есть Волково, который, в общем-то, при, конечно, гораздо более существенных российских инвестициях вышел примерно на те же обороты, что и Белорусский парк высоких технологий. Есть промышленность, есть повестка цифровизации, и если Беларусь возглавит тренд и в рамках союзного государства тренд пойдет по цифровизации промышленных, собственно говоря, активов, то есть по цифровизации производства, то это может оказаться, в общем-то, очень существенным прорывом, причем и страновым, и существенным, потому что, скажем, станки с числовым программным управлением последнего поколения на сегодня делаются только в Китае, даже в Европе не может делаться. Поэтому, если вот получится выйти на эти вещи, и вот эти вещи сделать целью союзного проекта, это, конечно, будет весьма и весьма существенно. То есть речь идет о том, конечно, чтобы заменять политическую повестку дня, которая на сегодня, в общем-то, ну, вряд ли может быть унифицирована, на прорывную экономическую повестку дня, то есть ровно для этого министра экономики двух стран как раз усиленной работы, для того, чтобы мы получили здесь, конечно, реальный переход количества в качество и выход на совершенно новые рубежи. Что касается оппозиции сегодня на территории Белоруссии, есть ли она вообще и насколько эффективна? Она есть, она никуда не девалась, это те же самые люди с начала 90-х годов, они очень прочно занимают свои позиции, в общем-то, вряд ли, кого-то будут пускать на свои места. В этом как раз-таки и сила, и слабость белорусской оппозиции, потому что понятно, что когда она становится по сути профессией, то, конечно, она очень сильно теряет публичности. Ну, с другой стороны, эта вещь предсказуема по той простой причине, что как можно, например, то есть, скажем так, как можно быть оппозицией без внятной экономической программы, без внятной политической программы, потому что программа что мы вот придем в Европу и все автоматически наладится, но это не программа. И белорусское население совершенно справедливо этому не верит и воспринимает это, в общем-то, ну, красивые слова, то есть все хорошо, но за пределы 5-7% поддержки, как мы видим, это стабильно не выходит. Как только появится внятная программа, то есть, как это можно сделать, как сохранить, как развить белорусскую экономику при всей ее уникальности, она все-таки уникальна, это в первую очередь, она состояла из предприятий, которые работали на весь общесоюзный рынок, то есть, это как раз-таки достаточно существенно, это примерно дюжина крупных монополистов, и понятно, что подход к белорусской экономике, опять же, белорусская промышленность задала высокую степень урбанизации, это 60% населения, то есть, понятно, живет в городах, и понятно, что при таком уровне урбанизации, при таком концентрации промышленности, отказаться от промышленной идентичности без катастрофических последствий, для себя Белорусс, конечно, не могла, не может, да и не будет это делать, это достаточно выгодно и достаточно хорошо. У нас много звонков, примем первый, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сифонеза Симурова, белорусская, да, ну вот, у меня такой вопрос, вот это вот заигрывание Лукашенко, не поставит ли его в такую же позицию, как и Янукович, когда-то в Белоруссии раньше, чем на Украине начинала оппозиция там раскачивать, да, и как вот это что-то такое невероятное эти скачания. Все, спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Вопрос понятен, конечно, такая опасность всегда есть. Другой вопрос, чтобы Александр Григорьевич очень искушенный переговорщик, очень реальный переговорщик, то есть его подход в отношении западных ценностей был очень простой, что ценности должны оцениваться, то есть они должны что-то стоить, а если тот же Запад не готов подкрепить свои слова реальными ресурсами, но это просто красивые слова. То есть все логично, оно восходит, собственно говоря, к изначальному английскому слову values, то есть это то, чего-то стоит. А если эти слова, которые не сопровождаются движениями ресурсов, то к этому не стоит относиться всерьез. Так вот, до сих пор, ну скажем так, сегодня Запад не имеет тех ресурсов, то есть давайте смотреть, что Беларусь является крупным участником российского рынка, от него существенно зависимым. Беларусь является незаменимым участником китайского проекта Кубеса. Это крупнейший логистический центр за пределами Китая, это примерно 50 инфраструктурных объектов, которые были модернизированы и построены, в том числе и за китайские кредиты, но и при участии, естественно, белорусскому государству. И в этом плане сменять геополитическую непосредственно, и Беларусь, конечно, что-то тоже все понимают, поэтому она и задает все пределы в эту глубину возможного колебания. То есть, скажем так, флирт, конечно, всегда возможен, более того, он приветствуется, он даже полезен, но ничего более серьезного, конечно, сегодня не будет, по той простой причине, что у Запада нет ресурсов, не только, чтобы компенсировать реальные убытки, но, собственно говоря, мы понимаем, что Александр Григорьевич будет требовать компенсации и упущенных выгодов. Но вот на это денег у Запада точно не будет, поэтому здесь дальше разговоров и маневров, конечно, дело не пойдет. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. У нас на прямой связи политолог-доцент МГИМО Кирилл Коктыш. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог Кирилл Коктыш. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. И у нас еще звонок, с него и начнем эту часть программы. Здравствуйте. Как вы? Добрый день, Александр меня зовут. Да, Александр. Значит, у меня два будет маленьких вопроса. Вы знаете, что в Латвии существуют неграждане Латвии, и они в Россию могут перевегаться без визы. К сожалению, в Белоруссию этого нету, потому что многие неграждане, конечно, родились когда-то в Белоруссии. Это вот один вопрос, который я хотел... И второй такой вопрос. Де-факто есть граница между Россией и Белоруссией, Де-юре тоже. А в ближайшем будущем может быть и Белоруссии и между Россией тоже не будет границы? Спасибо. Да, спасибо вам. Два вопроса. Во-первых, первый вопрос, нужно адресовывать белорусскому Дмитру. Конечно, эту проблему нужно решать. И я думаю, что какие-то подходы здесь Смит наверняка сможет предложить. Просто, конечно, это его прерогативы, и это его зона компетенции. Конечно, это вопрос, как нам нужно мешать. Тем более, что с теми людьми, которые родились на белорусской территории. Что касаемо границы, границы между Белоруссией, Россией и Отсумском. Это еще и Лукашенко, и Черномородин выкапывали пограничные столбы. Вернее, Черномородин не поехал, поехал тогда вице-премьер. А, нет, поехал Черномородин и Лукашенко, Ельцин не поехал. И на самом деле эта граница, да, она существует как таможенный контроль грузов из третьих стран. Понятно, что существует контроль граждан третьих стран. Потому что для обладателей белорусских, российских паспортов перемещение абсолютно без преград и не занимающего внимания. Ну, а понятно, что поскольку в свете того, чтобы Россия ввела санкционный режим в отношении продукции целого ряда европейских стран, а Беларусь этот режим не обводила, и Казахстан этот режим не обводил, то понятно, что существует несколько правовых режимов. То есть, скажем, грузы, которые абсолютно легально могут находиться на территории Беларуси, могут быть воспрещены к пересечению российской границы и понятно, что российское таможнее-то контролирует. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, какой вопрос вам задавайте, по России или по Беларуси, что-то я не понял. Да, сдавайте, какой хотите, Александр. Ну, тогда по России я задам вам вопрос. Вот после Громыка, ну, я раньше, так сказать, уважал МГИМО, да, а после Громыка, так сказать, этот институт стал рассадником козырищами. Сдают все. Так сказать, начиная там с этих территорий и кончая его последними закулисными переговорами Лаврова, так сказать, по Курильским островам. И Лавров признал, что вот он ошибся с Украиной. Ну, поверили западным партнерам. Кстати, здесь и Лукашенко, можно так сказать, тоже поверит западным партнерам. А они нас обманули. Вот у меня такой вопрос. Так сказать, вы, наверное, либерал. Вот, что сейчас представляет из себя МГИМО? Почему? Так сказать, на послов назначают, там, бывших банкиров, там, так сказать, бизнесменов. А что вас не готовят послов и кадры для защитных интересов России? Спасибо. Вот такой эмоциональный вопрос. Да, я думаю, что МГИМО всегда готовы профессионалов высокого уровня. Кузырев не выпускник дыма. И в этом плане все-таки надо размежевываться. Что касаемо переговоров по Куриньским островам, то, напомню, с позиции России абсолютно открытая, абсолютно понятная, что Россия может вернуться к Русьевской декларации, в рамках которых два областа получат, я помню, два станции в России. Ну, то есть, на самом деле, один остров и гряда мелких, в общем-то, непитаемых островов. Но при условии, если будет соблюдено то условие, которое ставил Хрущев, которое ставил Советский Союз, что Япония вернет себе свой суверенитет, то есть, выйдет из договора по безопасности с Соединенными Штатами Америки. То есть, в этом случае, это будет немножко другая реальность, но другая геополитическая реальность, потому что тогда Япония будет выстраивать и станет частью новой архитектуры безопасности, которая базируется на российском фундаменте, китайском фундаменте, японском фундаменте. То есть, то есть, концепция, которая на сегодня продвигает российский мир, которая называется многосторонняя, неделимая безопасность. Кстати говоря, этой же концепцией продвигается Россия в отношении Ближнего Востока, то есть, когда безопасность, которая базируется на сегодня на двусторонних договорах с Соединенными Штатами, предполагается, что она будет заменена другой архитектурой, где каждая из стран все-таки станет участником общей системы безопасности, где безопасность каждому будет записать от безопасности всех. И это сделает регион, но он будет спокойным. В этом плане и за одним, и за вторым титаническая работа МИДа, кстати говоря, блестящая работа МИДа по продвижению российской позиции, по реализации российских интересов и по тому, как их существовать. Что касаемо политических назначенцев, опять же напомню, что из сегодняшних послов Соединенных Штатов примерно 73% являются политическими назначенцами, а не профессиональными кадрами дипломатов. Это обычная практика больших джав, когда функция посла определять политический вектор, определять политику, а что делать, а уж как делать, это будут делать специальные обученные люди, то есть те люди, которые получили образование и знают, как заниматься дипломатикой. Опять же подчеркну, что Ким Кумор как абсолютно уникальный УЗ, который единственный в мире УЗ, где изучается 53 иностранных языка, которые дают два образования, сететское и лингвистическое, конечно, он остается вне конкуренции, и он всегда готовил и готовит профессионалов большего класса. Все-таки напомню, что из действующих постсоветских президентов на сегодня два, это выпускники, не считая министров иностранных дел, которых мы можем посчитать по всему миру и гораздо больше. Что касается выпускников и учащихся, сегодня нередко говорят о том, что протесты молодеют, и мы тоже можем это видеть, говоря о протестных настроениях в России. Среди студентов вы замечаете вот эти вот настроения протеста сегодня в отношении власти? Да нет, конечно. Ну, во-первых, МГИМО это не показатель, то есть мы получаем всегда лучших из лучших. Поэтому провалов по качеству человеческого материала у нас никогда не было. Вот, а во-вторых, мы все-таки объясняем, ориентируем студентов на то, что важно понимание, то есть массовки всегда, наверное, будет хватать. Эта массовка часто используют, используют часто по-черному и очень некрасиво. Вот, а дело все-таки студента понимать, и нашего, по крайней мере, студента понимать, что происходит, уметь в этом разобраться, уметь вычленить структуру интересов, уметь вычленить, кто за чем стоит. То есть, по сути, быть способным играть, ну, в аналитические, а заодно и в политические, экономические шахматы. Потому что без способности просчитывать, без способности выстраивать прогноз, конечно, любой специалист, мало чего будет стоить. Ну, а с другой стороны, протестов-то в Москве никаких особых нет. То есть, в этом плане то, что происходило, скажем, летом, это были протесты против конкретного решения мэрии, но в этом плане они не распространялись никаким образом на остальную власть. То есть, в этом плане все-таки нужно понимать, что российское, скажем, недовольство, оно очень сильно сегментировано и ориентировано на разные этажи власти, при том, что в московской мэрии достаточное количество вопросов было, есть и остается. На политический уровень, собственно говоря, эти протесты не вышли, да, там и не было такого особого шанса. Вы считаете участников протеста провалами качества человеческого материала? Ну, дело в том, что каждый учится на что-то свое. Если ты учишься в элитном вузе, то не для того, чтобы бегать по улице с плакатами, а для того, чтобы, по крайней мере, понимать, что происходит. Причем так, общий материал, скажем так, человеческий материал, который готов поддаваться на эмоции, выступать и действовать, ему всегда будет хватать. Его по-человечески нужно понимать, и по возможности, конечно, все это как-то структурировать. Но МГИМО готовит немасовку, и без всяких, в общем-то, обиды по отношению к тем, кто не МГИМО, мы все-таки понимаем, что МГИМО — это элитный вуз, который готовит отдельно немножко касту международников, которые должны в этих делах разбираться, и разбираться, наверное, на уровне шахматиста, а не на уровне того, кто на волне эмоций готов бегать и готов, соответственно, в том числе и подставляя и свое здоровье, и общественный порядок. То есть, в общем-то, такой способ выражения, ну, как правило, никогда в истории не привозило, не привозило. Возьмите, начиная с Великой Французской революции, продолжая Октябрьская революция, продолжая протесты, любая революция, любое весеннее привозило к улучшению качества жизни, их улучшение изначально построено. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Георгий. Да, Георгий. Не так давно по российским каналам прошел сериал «Спящие». И судя по последним событиям в области внутренней, внешней ситуации, он был снят как некое, в общем, обозначение болевой точки, то есть проблема, которая называется болезнь. Проводится ли профилактика его в этом смысле, в смысле «Спящих»? Я не смотрел этот сериал, мне очень сложно ответить, о чем идет, собственно, речь. Речь, судя по всему, идет о протестных настроениях, опять же, о людях, которые, скажем так, готовы поддерживать не официальную власть, а оппозиционное движение. Нет, дело в том, что я просто обычную позицию, ну, скажем так, лично мою, как преподавательскую, она разделяется, думаю, достаточно много, что, конечно, кто-то может тебе позволить, скажем, быть пациентом и подвергаться, и болеть самыми разными болезнями, но мы все-таки учим врачей, которые все-таки по своим профессиональным качествам должны быть способны понимать, сочувствовать, лечить. И это немножко разные специализации, и, в общем-то, для этого, наверное, вряд ли можно какие-то особые работы, студенты сами умные люди, чтобы сделать понимание. Мы даем методологию мышления, мы даем методологию понимания, как устроены политические процессы, как они работают, как устроена дипломатия. Опять же, мы изучаем потрясающий философский массив запасений переставленных тысячелет, не только западный, но и, собственно говоря, восточный. То есть в этом плане, в общем-то, наши студенты понимают, с одной стороны, что ничто не нового под луной, с другой стороны, понимают, как экстраполировать исторический опыт и исторические налоги на сегодняшнюю реальность. В частности, мы сегодня с нашими студентами очень интересные опыты проводим в плане экстраполяции и интерпретации современного американского развития через историю имперского рима. И вот что мы там находим, огромное количество самых разных налогий, включая, кстати говоря, и сегодняшние скандалы по поводу импичинга. То есть в этом плане мы всегда можем построить очень интересную историческую модель, понимая, как это происходит, кто во что играет и каким, соответственно, последствиям там может применять. И Дональд Трамп ему, по крайней мере, приписывает эту... То есть, скажем так, ему это своего рода касталья, наверное, такие вещи нужны для того, чтобы сохранить понимание того, что происходит. Дональд Трамп, которому приписывают эти слова на встрече с руководством Италии, заявил, что США и Древний Рим успешно сотрудничали. Ну, конечно, многие это иронизируют над этой фразой, учитывая, что они чисто даже по времени это не могли делать, но тем не менее. Могли, если запомню, что это очень живая для Соединенных Штатов метафора, по той простой причине, что тот же Гамильтон, Джон Джей и, соответственно, и Мэдисон писали под одним псевдонимом Кули своего федералиста. И в этом плане Римская Республика стала во многом образцом. Но, опять же, образцом таким, что если мы уже будем уходить в дискуссии, уходить, собственно говоря, в обсуждение того, как строили Соединенные Штаты, то главным вопросом было перевести все это в сегодняшний дискурс, вопрос, который ставил Александр Гамильтон, как сделать так, чтобы наемный политический менеджер, то есть президент, не объявил себя главным акционером системой. То есть в этом плане оно все звучит очень по-современному, и оно звучало также по-современному и в древнее время, и оно звучит современно и сейчас, и, собственно говоря, ровно этот дискурс как раз обсуждается. Трамп в этом плане делал очень понятную отсылку к федералисту, делал очень понятную отсылку к тем дискуссиям, которые кипели в тот период. И в этом плане он просто продемонстрировался в улицу, но он, возможно, просто не очень удачно был переведен. Он, может быть, отдаленном будущем на курс России, на ужесточение, как говорится, внутренней политики и на, наконец, восстановление большой страны в неких границах, возможно, близких к СССР и собирать возвращение своих земель. Вот такое интересное просто теоретическое хотя бы мнение вашего собеседника. Да, спасибо. Значит, хорошо. Значит, смотрите, курс России, на самом деле, немножко другой. Он основан, может быть, описан той презумпцией, что, с одной стороны, мы видим, что глобальный экономический порядок на сегодня практически доработал свой ресурс, потому что базовый тренд – это перераспределение рынка, а не производство чего-то нового. И в этом плане мы понимаем, что должно быть переучреждение гипотетическое какого-то другого баланса сил, весов, политических, экономических и так далее. И мы понимаем, что вот этот факт назревает явно после 2020 года, после ноября 2020 года, после выборов в Штатах, когда с Трампом, либо с преемником Трампа, как главным акционером сегодняшнего мирового порядка, но я думаю, что Трамп на сегодня имеет, в общем-то, возможности усидеть гораздо больше, чем возможности его оппонента, его сверхность. Но даже если кто-то и победит его, то все равно это надо понимать, что ситуация перешла в другое качество, и сегодня мы имеем немножко другой мировой порядок, уже обратно он не крутится. Так вот, мы понимаем, что, собственно говоря, переучреждение мирового порядка будет между Штатами. Понятно, что непременно участником будет Китай, но это не будет уже Чим Чимнери, как говорилось несколько лет назад, это не будет. В общем-то, Сингтонский край и Америки. Мы понимаем, что участником этого факта гипотетического будет Россия, не как экономическая, но как военная сверхдержава, без которой невозможна безопасность на пространстве Евразии. Опять же напомню, что Шанхайская организация сотрудничества включает четыре ядерные державы, это Россия, Китай, Индия и Пакистан. И, наконец, Индия. Индия, которая, в общем-то, по экономическому развитию, по темпам роста обгоняет последние годы-два Китай, и которая сделала фантастические инвестиции в социальный капитал. То есть, на кризисе 2008 года Индия открыла, по-моему, около 40 новых университетов и вела бесплатное среднее образование уже для 100% населения. То есть, до этого грамотно было, если ошибаюсь, только 45%. То есть, в этом плане Индия сделала цивилизационный рывок, сейчас она пожинает плоды вот этого инвестирования человеческого капитала, социального капитала. И в общем-то у нас четыре субъекта, четыре центра силы, которые, наверное, будут договариваться. По-хорошему, конечно, должен был быть пятый субъект в лице Евросоюза. Но мы пока видим, что внутренние противоречия и борьба с внутренним противоречием съедает абсолютное большинство сил. К сожалению. Потому что Европа здесь абсолютно не лишний участник диалога. В общем, конечно, чтобы она была и была как полноценный участник, а не как объект. Но, опять же, то, что мы констатировали, то, что сегодня есть, то, что мы имеем. Так вот, к этому большому внешнеполитическому переделу, да, к учреждению нового проекта России подходит в состоянии полной готовности. Внутриполитические проблемы, да, многие запущены, да, многие ошибки сделаны. Сделаны проекты, начали потому, что это отдано на окна, в общем-то, скажем так, второстепенно, когда главная команда ориентирована, конечно, на внешнеполитические прорывы, чем, как мы говорим, в том числе. Презумпция достаточно простая. В случае, если Россия будет в плюсе из этого нового передела и, в общем-то, вернет себе статус юридержавы, то понятно, что в ближнем пространстве и не только в ближнем, все автоматически выстроится как раз-таки под новую реальность. А, соответственно, отдельно тратить силы, скажем так, подсердно внутриполитическую реальность, ну, на сегодня их просто не хватает. Поэтому, да, целый ряд проблем внутри России запущен, но это не, скажем так, не означает того, что эти проблемы не видят. Они, естественно, не хватает пока сил. Но речь идет, конечно, не о восстановлении Советского Союза, речь идет о, скажем так, другой конфигурации мирового проекта. Это все-таки игра другого масштаба, это взаимодействие другого масштаба. Ну, и, собственно говоря, мы смотрим, как оно будет, в конце концов. С другой стороны, эта реальность, наверное, уже неизбежная, потому что если 60% мирового ОП производится на сегоднях странах Юго-Восточной Азии, то понятно, что мир становится существенно-существенно другим. Еще звонок у нас, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, извините, маленькое дополнение, Александр. Вот вы говорите, что не видели фильм «Спящий», вам слушатель задавал вопрос. А надо было посмотреть. Речь идет там не о оппозиции, а речь идет о завербованных сотрудниках, которые из ГИМО, в частности, работали за рубежом. И сейчас они в спящем режиме. Как только будет команда, так они, так сказать, начинают действовать. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, короткий. И вот ГИМО сейчас изучают марксизм, ну, скажем, не как идеологию, а как экономическую теорию, скажем, как движение капитала. Спасибо. ГИМО изучают, ну, опять же, не мой факультет, я отношусь к факультету управления политикой, но мы изучаем и марксизм, и либерализм, и, собственно говоря, все идеологические изводы, не просто выборочно, а все, которые идут. Да, потому что это различное развитие, это история идей, которые очень-то по-разному развивались, и имеют своего потенциала развития. Кроме всего прочего, мы понимаем, что есть целый ряд идей, которые будут разворачиваться примерно так, как задумал автор. То, что достаточно хорошо умеет делать англосаксонская цивилизация, потому что первым это делал Джеймс Милли и Джон Стюарт Милли. Это хорошо делает индийская цивилизация. Это, кстати говоря, было достаточно неплохо развито и в Советском Союзе, но это умение, в общем-то, деградировало еще где-то в 60-е годы. То есть в этом плане можно вполне, скажем так, говорить, что МГИМовский дает настолько всеохватную картину, насколько возможно, то есть не пытаясь выстраивать какие бы то ни было договоры. Что же касательно у кого больше каких завербованных, это спор, на которые мы никогда не узнаем ответа. То есть понятно, что всегда каждый из профессионалов работает, работают, опять же, профессионалы с каждой стороны, каждый выполняет свою работу. Где-то это выливается, в том числе и вербовка, может быть, чужих сотрудников, но говорить о том, что кто-то МГИМовщников может вербовать, и вербовать в тем более промышленных масштабах, это просто смешно. Все-таки давайте исходить из того, что чем умнее человек, тем тяжелее и сложнее его купить. Да, любая вербовка – это все-таки использование слабости человека. Так вот, хорошо образованный человек прекрасно знает, как и на чем можно споткнуться. И в этом плане всегда возникает вопрос, кто кого вербует. Мы всегда понимаем, что собака виляет хвостом, потому что она умнее хвоста. И все хвосты умнее собаке, а то он будет верить собаку. И здесь мы будем получать немножко другую реальность. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Политолог Кирилл Коктуш был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания.